Всем привет, друзья! С вами сегодня Турямбыч. В гостях у меня Anchorage, американский тяжелый крейсер 8 уровня. Этот корабль вы сможете получить, ну а точнее купить, на новой верфи, которая посвящена пятилетию игры World of Warships. Можно будет закончить 18 этапов, ну и за деньги, точнее за дублоны, 3500 дублонов, завершить строительство этого крейсера. Ну или сразу, если у вас есть прям большое желание, можете за 35 тысяч дублонов купить его целиком. Стоит ли он этих денег и как на нем будет играться, мы сейчас с вами вместе будем смотреть. С вас, ребят, традиционный лайк и погнали! Если взять, как говорится, в руки телескоп, посмотреть на корабль, то мы с вами увидим, что он во многом напоминает Баффало. Ну, по крайней мере, хотя бы внешне большой, длинный крейсер, 12 орудий, калибра 203 миллиметра. Здесь есть небольшие отличия по броне, в частности, вот здесь вот такой вот утолщенный броневой лист на обшивке цитадели. На Баффало такого нет. Вот, ну и, естественно, все остальные его части напоминают Баффало. Разве что есть изменения в характеристиках, которые мы сейчас с вами посмотрим. Ну, живучи 41 800 единиц. Для восьмого уровня тяжелого крейсера не рекорд. Немцы потолще будут. Ну, в общем, хороший результат. Единственное, что отсутствует здесь хилка. Вообще, корабль во многом имеет и плюсы, и минусы. И, в общем и целом, я так понимаю, что разработчики, делая вот эти вот новые верфи и выдавая корабли за них, преследуют цель, с одной стороны, вроде как бы и номинально предложить вам премиумный корабль за небольшую цену. А, с другой стороны, не делают их слишком имбовыми. Я бы даже, ну, наверное, не сказал бы, что они прям совсем неиграбельные. Но не делают их такими, чтобы вам хотелось играть на них постоянно, и вы могли постоянно на них нагибать. Яркий пример там Один, который, на мой взгляд, по ему твердому убеждению, является семеркой, натянутой на восьмой уровень. Если посмотреть сейчас в рандоме, несмотря на простоту получения этого Одина, количество этих кораблей не такое уж и большое. Их реально мало. Боюсь, что та же самая участь ожидает наш с вами Энкоридж. Изначально, когда он первый раз поступил на тестирование, он выглядел очень любопытно. Но, естественно, в угоду балансу он был занерфлен, и причем занерфлен достаточно сильно. Ему бронебойные снаряды, которые у него здесь есть 203 мм, сделали такими же, как на Новом Орлеане. Что это значит? Они летят немножко быстрее, но имеют значительно меньшее бронепробитие. Вот мы знаем, что если мы стреляем с американца, как правило, даже если корабль довернут бортом немножко, то есть чуть-чуть борт показал, уже могут залетать стадели, я имею в виду по крейсеру. На Новом Орлеане ББшки не такие злые и не так хорошо оторвают лица. Поэтому на Энкоридже вот эти же вот бронебойные снаряды, они, ну, все-таки объективно слабее, чем на том же самом Балтиморе, например. Плюс тому здесь перезарядка 15,5 секунд, что, в общем-то, как вы понимаете, достаточно долго. На Баффало перезарядка порядка 12 секунд, или 12,5, или 13, но за счет шестого модуля, шестого слота можно ее ускорить на 12%. На Энкоридже этого нету, и 15,5 секунд это, конечно, очень много. Причем, учитывая то, что сам себе бортовой залп не очень мощный и достаточно ситуативный. Да, иногда крейсера там должны хорошо пробиваться с этих ББшек, но, в общем и целом, такого прям супер-вау-эффекта не достигается. И хорошее попадание бронебойных снарядов по борту линкора не выбивает сильно больше там 7-8 тысяч урона. К сожалению. Ну, и также из плохого, можно сказать, что домогенератор, который здесь был установлен, тоже был занерфлен. По времени 20 секунд порядка ему где-то отпилили рассеивание. Ну, в общем, это, наверное, достаточно такая балансная правка, которая позволяет корабль более логично ввести в рандом. В качестве хорошего можно сказать, что наличие торпед здесь от Флетчера позволяет нанести дополнительный урон противнику. Очень мощные торпеды, 4 торпеда на борт. И позволяет, в отличие от многих других крейсеров, входить в клинч и при помощи торпед завершать этот самый клинч в свою пользу. Зачастую можно даже с линкорами клинчевать, если у них калибр не больше 380 мм, пробить будет сложновато энкоридж в нос. А вот ПВО здесь даже хуже, чем на Балтиморе. На Балтиморе у нас 77 попугаев, на энкоридже 55. Наверное, за счет того, что вот эти вот установки, они не сдвоенные, а одиночные. Здесь, как видите, в основном сдвоенные установки и вот такие вот большие ковины. Вот они, счетверенные установки буфорс, очень мощные. Вот, ПВО здесь хуже, что касается маневрения, стандартная скорость хода 34,6 узлов с флажком, 9 секунд перекладка руля с модернизацией и радиус циркуляции 800 метров. Большой тяжелый крейсер, незаметность 10,7. Как вариант, вы можете поиграться с модерками и поменять, допустим, здесь поставить энергоустановку, здесь попробовать поставить рулевые машины вместо маскировки. Но дальность стрельбы у нас очень маленькая, всего 15,6 километров. Соответственно, вести эффективный огонь при маневре, это будет достаточно сложно сделать. К тому же, если вы хотите это делать, вам очень понадобится мастер-наводчик. Здесь он взят, но все равно скорость поворота орудий не очень быстрая, 25,7 секунд. Но, тем не менее, это не шибко сказать, что прям шустро. Давайте пойдем сейчас прогуляем энкоридж. И вы, тем временем, можете поставить лайк под обзором. В качестве поддержки большое вам спасибо. Ну, а также подписаться на канал и поражать волшебный колокольчик. Так-с. Ну что, попасть мы можем с вами как и против восьмерок, так и против десяток. Чаще всего попадаем мы против десяток. Здесь вот нас забросило в серединку. Но я вот сколько не катал энкоридж, сейчас пытался его вот на новых башнях как-то реализовать. У меня ни разу не получилось попасть на нем в топ. То есть порядка, наверное, десяти боев я все время попадаю либо против девяток, либо против десяток. Я уж не знаю, что там разработчики обещали пофиксить эту мульку, но могу сказать, не пофиксили. Еще существенным минусом для энкоридж является отсутствие радиолокации. Потому что корабль достаточно большой, и его хорошо пересвечивают эсминцы и даже некоторые крейсера. И какого-то варианта обнаружить эти корабли у вас нету. То есть вы светитесь, по вам начинают все стрелять, а за отсутствие у вас какого-либо средства обнаружения, кроме гидроакустики, вы просто начинаете впитывать урон. И это, конечно, не есть очень здорово. Здесь можно поставить заградку вместо гидроакустики и можно поставить катапультный истребитель. Если честно, корабль не особо годится для борьбы с эсминцами, поэтому я вот подумываю насчет реально ли бы заградку поставить, ли катапультник, чтобы подсвечивать из дымов себе. Кстати, по поводу дымов. Это тяжелый крейсер, поэтому у вас не получится суперэффективно там стоять в дымах в упоре и заливать вражеские корабли. Дальность засвета из дымов при стрельбе 8 километров, что в общем достаточно прилично. Вообще засвет у нас 10,7, но я здесь постоянно, когда играю на американском крейсере, забываю про торпеды, а их можно и нужно реализовывать, потому что они, как видите, достаточно уж заряжаются. И вы можете позволить себе торпедки-то попробрасывать куда-нибудь. Смотрю, Фиджи вполне себе может сыграть эсминец у нас здесь. Да, но я боюсь, что мне вот точечку Б брать не очень хорошая идея будет. Пока что торпеды нет смысла кидать, потому что эсминцев нет. Вообще интересно как-то то есть эсминцы, то нет эсминцев. Очень странная ситуация. Дальность ПО у нас 5,8, но повторюсь, что его достаточно вяленькое. Не сказал бы, что оно прям очень хорошее. Сейчас с вами рискуем попасть под огонь вражеских истребителей. Давайте повернемся. Только поменяли эллипс. Таким образом ему будет сложнее по нам попасть полным залпом. Если я не ошибаюсь. Но 5 тысяч оторвать никаких проблем нет. Так, по мне дает залп Один вражеский. Давайте мы тоже отдадим ему обратно залп. И здесь притормозим, попробуем кидать и покидать по противнику. В результате из-за отсутствия засвета мы с вами теряем четверть корабля без какой-либо возможности отдать обратно этот урон. Ну, ничего не можем мы с этим поделать. Без вариантов света нет. И вообще это очень большая проблема для Энкориджа. Из-за того, что он достаточно близко стреляет. Ему надо подходить под какие-то острова. И пытаться как-то реализовать свой корабль. В том плане, что если нет засвета, то он урон очень хорошо ловит. Потому что он большой. А вот если никто ему ничего не подсвечивает, очень сложно его реализовать. Я вообще как раз уже катался на этом Энкоридже. Какого-то супер-пау-пау-эффекта от него не получил. Именно вот с такой компоновки. К сожалению, сейчас он реально такой вот ничем особо не выдающийся корабль восьмого уровня. Если мне предложили бы покататься на этом самом Энкоридже, сказали, что ты предпочтешь. Допустим, Энкоридж или вычитаю. Я бы сказал, ребят, вычитаю без вариантов. Просто совершенно точно предпочел быть. Даем залп по Одину. Один доворачивает. И не пробит. Мы заряжаем фугасы и ждем, пока сможем мы с фугасов отстреляться. Куда-то в район вражеской надстройки хотя бы. Да? Ну, четыре не пробития, одно пробитие. Вообще фугасы здесь то ли не очень серьезные, то ли, не знаю. Единственным плюсом, пожалуй, является баллистика американская, которая позволяет нам более-менее перебрасывать через острова. Но вот, казалось бы, фугасами что-то удалось не все-таки пробить. Это, конечно, неплохо. Сиэтл сейчас будет выходить. Перезаряжаю следующий бронебойный снаряд. И ждем выхода Сиэтла, чтобы попробовать наши знаменитые американские ББшки. Если, конечно, успеем. Потому что Хиппер, я смотрю, тоже настроился использовать знаменитые немецкие ББшки. Здесь берем чуть больше и даем залп. Кто первый успеет. Ну, да, есть. Хорошо. Разобрали мы. Разобрали мы вражеский Сиэтл. И Один торпедами забирает... Один торпедами забирает... Наш Хиппер. Так, давайте посмотрим, что у нас в итоге-то ждет. Здесь Лексингтон дает сброс. Так, понятно. Этот Один уходит туда. Ну, а нам с вами, кстати, мало чего остается вообще здесь сделать. Потому что Изюм берет точку. И нам с вами только остается, чтобы попросту удирать отсюда. Стараясь не попасть под торпедный сброс Лексингтона. Так. Окей. Поворачиваем орудие. Советская Россия сейчас будет гоняться за Одином. У нас работает гидроакустический поиск. И... А, там, Эдинбург. Вот оно что. Нам сейчас надо будет по Одину попробовать конкретно жахнуть. Эта ТПБшка у нас есть в наличии. И Один дает... Про меня включает габ. Угу. Ну, что ж. Я так думаю, что пока мы тогда спешить особо не будем. Сейчас мы немножко отойдем. С этой точки всего надо уходить. Потому что здесь у нас особо не осталось кому воевать. Не особо удобный сброс торпед. Если посмотреть с борта, приходится достаточно сильно борт доворачивать. Что, в общем, конечно, некомфортно. Не знаю пока, куда будет ориентироваться эсминец вражеский. Надеюсь, что... Ага. Понял. Понял, понял, понял. Понял, понял. Не дурак. Дурак бы не понял. Так, ладно. Мы сейчас с вами будем пытаться разобраться с этими кораблями, которые здесь находятся на этой точечке. Ну, они там пока плотно гуляют за островом. Нам пока не удается ничего сделать. Советская Россия идет брать точку. И мне надо будет к ней сейчас подойти, чтобы как-то попытаться помочь хотя бы каким-нибудь образом. Вот Амальфи, который здесь выходит. Да, мы не попадем по нему торпедами наверняка. Ну, вот. Дать залп ББшками. Да, Амальфи, конечно, пипец тут шустрый. А, нет, смотрите. Он, походу, может налететь на торпеду. Да, налетает на торпеду. Представьте себе, как это было с его стороны. Опрометчиво. Даем залп. И должны забирать сейчас Амальфи. И чуть-чуть вперед сдадим, чтобы в Ходину подвинуться комфортной стороной. Так, Советская Россия на точке Б. Все. Заканчивается у нас успешно. Ну, а мы с вами пытаемся сейчас пострелять по Одину. По идее, ББшки должны неплохой урон ему давать. Но это по идее. Нет, надо брать куда-то дальше. Надо брать куда-то дальше. Вот повторюсь, что реализовать торпеды здесь вообще не проблема. Торпеды реализовываются просто на ура, на 5 с плюсом. А вот, что касается орудий. Они, конечно, неплохие. Они, конечно, стреляют. Аляска там танкует по полной. Бедняга. Аляска уже ничего не танкует. Аляска закончилась. Ну, что ж, тогда, друзья, наша задача сейчас отсюда всячески удирать. И пытаться, может быть, успеть взять точку Б. Хотя это для нас, конечно, может быть достаточно болезненно. Я периодически говорю, что забываю здесь про торпеды и про дымы. Эти две очень полезных истории у меня есть. Ну и, к сожалению, конечно, очень не хочется получать лишнюю дамагу. Так, Нельсон. В засвете. Давайте попробуем пробросить ему здесь торпед. Вот, может быть, мне это удастся. И посмотрим, где здесь Эдинбург находится вражеский. Пока что его не видно. Да, можно попытаться по Нельсону бросить. Но не очень удачно мы здесь находимся. Вот Эдинбург. И залп. Эдинбург по нам дает хороший урон. Но по нему тоже вставляем домашку. И я думаю, что мы сейчас должны заюзать здесь дымы, чтобы будет себя чуть более спокойно. Ну, по крайней мере, какое-то время. Я так понимаю, что перед нами какой-то корабль, который у меня светит. Возможно, это Идзумо. Возможно, нет. Это у нас работает ВМК Одина. Я так понимаю. Ну, собственно, здесь у меня вариантов особо никаких нет. Вот есть Эдинбург. Нельсон ловит... Нельсон ловит торпеду. И мы с вами даем разгон вперед. Потому что особо мне тут делать уже, в принципе, нечего. Не знаю, куда разворачивается Нельсон. Надеюсь, что не сюда. Так. Получаем мы еще торпеду. Выведель выведен и строим. Получаем мы торпеду от авианосца. И... Давай. Неполадки устранены. Давай. Давай сделаем красиво, да. И еще туда разок сбросим немножко торпед. Ай, нет. Не угадал я с Нельсоном. Ну и, наверное, сейчас мы с вами будем заканчиваться на этом... На этом счастливой... На этой счастливой ноте наш с вами корабль отправляется в зрительный зал. Я так понимаю. Отправляется или нет? Сейчас посмотрим, как попадет по мне Нельсон. Нельсон, к счастью, на фугасах с одной стороны. Водин, подожди, 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 видите, успел выпустить по нему торпеды, но есть очень большой вариант, что будет он сейчас доворачивать, и когда, ну, когда вот такие вот американские крейсера появляются в бою, никто, конечно, не подозревает, что там есть в наличии торпеды, поэтому особо никто не отворачивает, и поэтому так счастливо не ведите, что думает сейчас, ох, я сейчас ему торпед накидаю, он не будет подозревать, об этом не будет поворачивать, изюм, я так понимаю, торпеды обнаружил уже от Одина, сейчас будет совершать противоторпедный маневр, но, кстати, может торпедку и хапануть, не сказать, что слишком узкий веер, достаточно широкий веер, но, может быть, удастся еще в изюма забросить какую-то торпедку, может быть, может и не быть, посмотрим. Ну, изюм, в принципе, более-менее маневренный, не, ну, торпеду ловит 104 тысячи, мы настреляли, наторпедили в этом бою, три торпедных попадания, это, ну, если не большая, то значительная доля нашей с вами, наших с вами успехов, я думаю, что в этом бою мы показали себя неплохо, мы не ловили лишнего урона, лишних цитаделей, мы отстреливали более-менее Авиацию, которая к нам прилетала, ну, конечно, восьмерка достаточно жесткая для меня, было бы лучше, все-таки, конечно, попадаться против шестерки хотелось бы, ну, а вот десятка, если к нам прилетит, то я думаю, что это будет полная печаль. В общем и целом, подытоживая, насколько этот корабль хорош, я думаю, что любой другой американский крейсер сыграл бы здесь не хуже, и, пожалуй, единственное, вот, действительно впечатляющее преимущество, это, конечно, торпеды торпеды здесь, если не понерфят, а вроде как я вот сейчас делаю обзор уже на финальную версию корабля, они имеют значительную долю и в дамаге, и в кайфе от этого корабля мы сейчас с вами поставим на паузу и посмотрим, чем закончится этот бой все-таки в итоге, чтобы не сидеть тут и не трындеть А вот, ребят, итоги, оказалось, что все-таки проиграли у нас противники, выиграли зеленые и, соответственно, будем сейчас подводить итоги с точки зрения победного боя мы здесь занимаем третье место в общем, достаточно неплохо сыграли в этом бою за счет главного калибра 61 тысяча урона и 42 тысячи торпедами вот я повторюсь, что здесь торпеды сыграли значительную роль в нашем с вами успешном бою мы, кстати, и фугасом еще 8 тысяч накидали и по фарму с корабельным премиум 510 тысяч серебра ну, мне кажется, что это что-то много вот, разработчики утверждают, что сейчас корабль находится уже в итоговой комплектации мне кажется, что как-то фарм явно завышен но, возможно, ближе к релизу что-то изменится, может быть и нет получается, в итоге 510 тысяч минус 52 это 460 тысяч серебра фарма в общем, достаточно много но могу сказать, ребят, что четко постоянного, качественного и такого супер приятного фарма на этом корабле, мне кажется, достичь будет сложновато потому что иногда он может нагнуть а иногда он ловит ваншоты, как и любой крейсер архилки нет и отправляется в порт достаточно быстро в общем, смотрите сами корабль показал к сожалению, он стал чуть хуже, чем был но это все объяснимо и понятно с вами Турямбыч, до новых встреч и пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok